Это кино о 90-х. О этом времени много всяких мнений и сомнений. Я считаю, что это время было, когда душа пела, и все вокруг пела, и танцевала, и, собственно, об этом кино. То есть такое, чтобы посмотрели те, кто тогда не жили, как жили, кто тогда жил, а кто тогда жил, чтобы вспомнили. Это кино я начал делать и снял еще до войны. Закончил там постпродачное, звучание, монтаж уже во время войны. В России показывать кино мы показывать кино не стали, хотя давали много залов и платформы, телек, вот это все. То, что ушли американские фильмы, ну и потому что, наверное, кино все-таки такое рассчитанное на большой прокат. Мы от него отказались, потому что это казалось ненормальным. Вроде как изображать веселье и что все хорошо и все ровно, когда происходит такой ужас. И вроде как таким образом прикрывать все вот эти вот вещи, которые происходили. А почему мы его решили показать вот в таком режиме? Ну, потому что все-таки кино – это свет, а свет должен разогнать мрак. так что смотрите, получайте, можно сказать, удовольствие на фоне того, что не все сейчас, прям скажем, радостно и весело. Хорошего просмотра. Здравствуйте, меня зовут Паша, так получилось, что я тоже имею отношение к созданию этого фильма. И меня часто спрашивают, о чем это кино. Давайте я вам сейчас очень быстро об этом расскажу. В 97-м году мне было 9 лет. Я жил в районе станции метро Ладожская в городе Санкт-Петербург. Ходил во второй, потом в третий класс. И вы знаете, несмотря на то, что вокруг бывало всякое, и видели мы всякое, и жили, может быть, не совсем так, как нам хотелось бы, и не так, как мы видели в кино, которое нам показывали по телевидению или даже кинотеатре. И тем не менее, вы знаете, вот тогда мы жили с тем ощущением, что потом, не сейчас, не завтра, потом, чуть-чуть попозже, все равно будет лучше, впереди все хорошо, здорово. И, честно говоря, я никогда так не ошибался. Я очень хочу верить, что следующие полтора часа, которые мы сделаем для вас в виде этой полноэтажной киноленты, помогут вам хотя бы ненадолго оказаться именно в том настроении, тех ощущениях и том времени. Желаю вам приятного просмотра, и пусть завтра у вас раз будет хорошей новости. Субтитры создавал DimaTorzok Это была осень 1997 года. Да-да-да, это были те самые 90-е, когда пахнущие шоколадом, вискарем и импортным парфюмом воздушные потоки приносили надежду на бесконечное будущее и что-то необычайно хорошее. Заканчивался 20-й век, и до его конца оставалось меньше трех лет. Но про 21-й все равно старались думать как о чем-то очень отдаленном, непременно новом и неожиданном. Медленно, но решительно, как валун с горы, надвигалось новое тысячелетие. Никто еще не знал, что в нем будет нового, потому что ни один человек еще там не побывал. В тот период пользовалась популярностью своеобразная организаторская деятельность. Мне предложили организацию конкурса. Под ключ. На конкурсе должны были быть первое, второе и третье места. Мероприятия заказчики хотели провести в Москве. Или в ближайшем, под Москвой. Конкурс они хотели музыкальный. Музыкальный? Да. И молодежный. Молодежный. Более чем. Зачем заказчикам нужен был конкурс, неизвестно. Наверное, так и не собирались вступить на скользкую дорожку российского шоу-бизнеса. По факту, конкурс, никаким конкурсом и не должен был быть. У нас есть приоритет. У них был приоритет. Молодой и модный на тот момент ландшафтный дизайнер. А он при чем? Кроме что юн и молод. Он запел. Сам? Сам. Не заставляли. Мы никого не заставляем. В связи с недавним наступлением капитализма, в стране стали появляться профессии с красивыми иностранными названиями. Например, ландшафтный дизайнер. Так вот выяснилось, что этот ландшафтный дизайнер сейчас не только дизайнер, но уже и певец. И он обязательно должен был занять первое место. Такой вот парадокс фестивальных будней. В процессе переговоров заказчики предложили мне выпить какой-то дряни. Я выпил какой-то дряни. Она была зеленого цвета. А вот от шашлыка решительным образом отказался. Москва большой город. А души в нем нет. Загадочно сказал заказчик. А где есть? А нигде нет. Только на маленьком острове. В соленом-соленом океане. На острове Буяне. Понятно. Бюджет конкурса был более чем скромный. 3000 долларов. Или 4. Деньги мне выдали там же. В ресторане. Тогда в ходу была наличная валюта. Рубль падал, и падал, и падал. И вызывал одно лишь сострадание. Расчеты производили в долларах. Ну или хотя бы в немецких марках. Кстати, евро тогда еще не было. Вообще я получил этот заказ без излишнего напряжения. Потому что организация мероприятия стоила в разы дороже, чем сумма, которую предлагали заказчики. Никто за такие скромные средства не брался и считал себя оскорбленным таким предложением. Сильно оскорбленным. Мне все стало понятно, когда я еще через стекло увидел, как какой-то нервный труженик шоу-биза показывал заказчикам неприличные жесты и, наверное, и говорил им что-то неприличное. Через стекло слышно не было. Более того, заказчики хотели не только конкурс провести, но и получить музыкальное видео, снятое на японскую систему Супер ВХС. Если помните, был такой видеоформат. То есть все за те же деньги. За те же три или четыре еще и снять. Кажется, все-таки было не три, а четыре тысячи. Деньги я тщательно пересчитал и помял на предмет подлинности. В эти же четыре тысячи волшебным образом должен был войти и мой гонорар. Значит, за эти деньги я должен был организовать конкурс и видеосъемку. А все, что оставалось от бюджета, и должно было стать моим гонораром. Долларов по пятьсот я взял звук со светом. Конечно, не самые лучшие. На складе прямо при мне некоторые кабели перемотались синий изолентой. Итого четыре, минус пятьсот, три пятьсот, минус пятьсот. Осталось три тысячи. Еще договорился с двумя камерами Супер-ВХС и с районом кабельным каналом на аренду магнитофона. Тоже Супер-ВХС. Картинка с камер должна была пойти прямо на магнитофон, и прямо сразу планировалось смонтировать видео и записать кассету. Это чтобы не тратиться на монтаж. На канале для этого специально разобрали монтажку. Оператором шло по сто. Три минус сто. И еще минус сто. Две восемьсот. Монтажеру я платил двести долларов. И за аренду двух камер еще двести долларов. Осталось две четыреста. Самыми дорогими вышли магнитофон, монтажный пульт и видеокассеты. Ушла тысяча. Осталось тысяча четыреста. Техника лежала на заднем сидении автомашины Игоря. Да, водителем я позвал Игоря из соседнего подъезда. Игорь был молодым отцом. И это был его огромный плюс. Он готов был работать круглосуточно, лишь бы не возвращаться домой. Ребенок у Игоря родился недавно, а жил Игорь в комнате в коммуналке. И ребенок все время кричал, и ребенка мыли. Ребенок снова кричал. Его вытирали, чтобы через полчаса снова мыть. Игорь не мог всего этого вынести и предпочитал находиться на работе. Ужинайте без меня! Говорил Игорь, уходя утром из дома. После чего недвусмысленно хлопал входной дверью. Игорь практически не спал, и поэтому часто засыпал за рулем. Но если его стукнуть локтем в бок, то он сразу просыпался. Блаженно улыбался и говорил. Я не сплю. Правда, машина у него была полная и швах. Раздолбанный москвич 412 или 2140. В общем, не важно. Один раз у него на светофоре колесо отвалилось. Женщина с коляской и девочка с чебурашкой смотрели на упавшее рядом с ними колесо. И на нас смотрели. И, наверное, думали о чем-то своем. Невеселым. Зато Игорь был безотказным и всегда готов ехать в любую даль. С ним я договорился на неделю за 100 долларов. Это включая бензин. И еще значительной тратой бюджета стало жюри. Можно было набрать жюри, кого попало, но я захотел создать все-таки видимость реального конкурса. Вот прямо сильно захотел. И я собрал нарядное жюри. Почти настоящее. Жюри попросило деньги вперед. «Вперед!» Сказал один из членов жюри. Он был с усами и в рубашке ковбойке. «Иначе мы уйдем!» Сказала мне женщина в белой кофточке с белым кружевным воротником и бантом на высокой груди. Я это запомнил. Память вообще странная вещь. Иногда оставляет самые второстепенные детали. Ко мне протянулось несколько жадных рук. Всем членам жюри я платил по 100 долларов. У меня была профессорша из консерватории. Еще кандидат наук-музыковед. Еще был литературный критик. Женщина с бантом. Не помню, кем она была. И еще кто-то, тоже уже не помню. Пятеро по 100, минус 500. Председателем жюри я пригласил живого классика советской эстрады Владимира Ша. Времена тогда были тяжелые. И за 300 он согласился с удовольствием. В бюджете осталось 500 долларов. Рабочим сценой, и администратором, и охранником, и вообще всем я позвал Серегу Галкина. Страшного, абсолютно лысого человека с киностудии. В 90-е кино не снимали. Вообще. В павильонах были склады. Только в одном иногда ставили декорации для рекламных роликов. Галкин работал на студии каскадером и оружейником. И еще, когда периодически рейдеры хотели захватить и приватизировать студию, Галкин не давал им это сделать. С этим аксессуаром вы будете выглядеть романтично и незабываемо. Он согласился за 100 долларов. У меня осталось 4 сотни. За аренду ДК мне выставили счет на 3000 долларов. 20 миллионов по тогдашнему курсу. Таких денег у меня уже не было. Я их все раздал. И тогда я решил обратиться в одну компанию, для которой я безудержно снимал промо-ролики. Это была компания сетевого многоуровневого маркетинга. Типа пирамиды. Но не пирамида. Компания занималась распространением пищевых добавок. Смысл сетевых компаний в том, чтобы бесконечно привлекать и привлекать новых дистрибьюторов. Которые должны привлекать других новых дистрибьюторов. И так без конца. Пока солнце не превратится в ледяной шар. Такие сетевые компании всего года как 2 или 3 появились в России. Бывший советский народ получал от работы в них противоестественное удовольствие. Это было намного интереснее, чем работать на каком-нибудь заводе без зарплаты. Я пообещал, что разрешу представителям этой компании развесить в зале рекламные плакаты и посадить в фойе дистрибьюторов. Я заверил, что и зрители, и сами музыканты, вдохновленные современной музыкой, так сумасшедшие кинутся к представителям компании записываться в те самые дистрибьюторы. Прямо кинутся? Сбивая друг друга с ног. Сколько? Столько. И компания оплатила мне ДК. Чтобы привлечь к конкурсу «Младые таланты», я пообещал раздать им видеозаписи их выступлений. И чтобы не было неожиданностей, в уставе конкурса записали возрастное ограничение не старше 35 лет. А тебе есть 35 лет? Зачем-то поинтересовался я у Игоря. Мне 21. Из-за пробившейся седины Игорь выглядел значительно старше. Наверное, это судьба молодых отцов. Не потеряй. Я их гайкой прижму. И устав отправился к заказчикам и конкурсантам. Компания подобралась пестренькая. Были злые и не очень трезвые рокеры. Среди них была девочка, похожая на мальчика. И мальчик, похожий на девочку. В те годы вот эта вот путаница с полами только начиналась. Еще не было понятно, это они так на самом деле? Или это сценический образ? Нам сюда. Сюда. Певец со скрипачкой. Певец был пожилой, сильно за 30. Непонятно было, зачем он пришел на конкурс молодых музыкантов. Его скрипачка была моложе, что несколько оправдывало этот противоречивый дуэт. Мы дуэт. Хорошо. Была девочка в белом в горошек платьице, которая пела акапелла. Сразу было видно, что она из хорошей семьи. У меня вся семья из музыки. Подтвердила она. Ой. И у нее упала с плеча бретелька. Хорошо. Еще напросилась девушка-поэт. С ней должен был приехать аккомпаниатор, но он не приехал. Я совершенно не знал, что с ней делать на музыкальном конкурсе. Кстати, она, как и певец, выглядела довольно взрослой. Когда я спросил у нее паспорт, она ответила. А надо было брать паспорт? Мне никто не сказал. Ну, вообще-то да. Проходить. Была группа из четырех девчонок. Такой герлс-бэнк типа спайс-герлс. Одна была по виду главная и самая веселая. Вторая самая красивая. Третья была заметно взрослее остальных. И еще была чернокожая девочка. С ними со всеми был охранник в кожаной куртке. Появился рэпер лет шестнадцати-семнадцати. В очках, с папой, диджеем и бумбоксом. Мы скоро сделаем ему операцию на глазах у известного офтальмолога Святослава Федорова. Угу. Последним приехал ландшафтный дизайнер. Он был в шляпе и с высокой девушкой во всем прозрачном. Ему было положено быть ярким. И девушке с ним положено было быть яркой. Но его образ немного ломала шляпа, которую он вообще не снимал. А вот девушка соответствовала. Еще с ним был охранник и представитель заказчика. Представитель напомнил, что их выступление должно стоять на самом выигрышном месте. В последнем месте. Из-за последнего места Талькова убили. Давайте сегодня без этого. Поставим на последнее. Говно вопрос. Я рассадил жюри в середине зрительного зала. Жюри попросил ручки и бумагу. Я сказал, что ручки и бумага у них будут. Наш администратор Сергей Галкин сейчас все принесет. А можно воды на стол? Да. Я еще раз напомнил, что победить должен человек заказчиков. Он будет в самом конце. Главное, ничего не перепутайте. Жюри согласно кивнуло. Перед началом выступления я не мог спокойно сидеть на месте. И решил пробежаться по гримеркам. Девочки из Girls Band переодевались, разминались и вели себя ответственно. За ними присматривал вооруженный охранник. В то время у важных охранников у самих были охранники, которые охраняли их от охранников других охранников. Я заранее попросил всех участников конкурса привести с собой побольше народа. Но они отнеслись к моей просьбе как-то халатно. Видимо, думали, что будет бешеная реклама, и жители Химок сами слетятся, как мухи на сладкое. В тысячный зал слетелось человек десять. И двое пришли на балкон и сразу начали целоваться. Из фойе зашел папа рэпера и оценил незначительное количество занятых мест. Конкурсанты тоже занервничали по поводу отсутствия зрителей. Надо было как-то их успокоить, и я сказал, что так и было задумано. У нас серьезный конкурс, и зрители своим топотом и кашлем мешали бы жюри по достоинству оценить выступления наших исполнителей. Папа рэпера постоял-постоял, да и вышел. Галкин принес минералку на стол. Жюри стало жадно пить. Рокеры кричали, ругались со звукорежиссером. Что-то у них не так звучало. На самом деле у них все не так звучало. Ударник порвал пластик на барабане. Неприятный бас-гитарист предложил мне сгонять в магазин. За дополнительным алкоголем. Я, разумеется, отказался это делать. Я тогда играть не смогу. И подумав, он добавил. И не буду. И в подтверждение выдернул шнур от бас-гитары. Это был неожиданный поворот. Поход в магазин грозил еще сильнее затянуть начало концерта. Но спас осветитель. У него был разбавленный спирт в пластиковой бутылке. Не ослепнет. Это его выбор. И бас-гитаристу налили. Бас-гитарист выпил и обрел мир. И захотел поцеловать осветителя. Осветитель решительно не поддержал этот порыв. Раз, два, три. Я на всякий случай, перекрикивая рокеров, объявил конкурс открытым. Я объявил его название. Что-то не могу его вспомнить, будто что-то переклинило. Затем продолжил и сказал. У нас есть пять микрофонов с проводами и два без проводов. Но ими лучше не пользоваться, потому что рядом отделение милиции идет наводка от их раций. Надеюсь, у всех исполнителей для нас есть все, что нужно. И пускай победит сильнейший. И первым номером я объявил банду рокеров. Сейчас выступят. Правда, я тогда забыл ее название. Как не помню его и сейчас. Когда началось выступление, я быстро пошел за сцену, чтобы не видеть всего этого ужаса. Рокеры играли еще хуже, чем весь остальной русский рок. Может, не хуже, а также, но это ничего не меняло. Тебе с ней очень понравится она, если что, за тебя располнится. Девочка с яйцами, все могу скажут, что ты не мужик, а ты с широкой юной пей бежишь. С тобой справиться только девочка с яйцами, тебе с ней очень понравится она, если что, за тебя располнится. Герлс Бэнд в гримёрке повторял сопромат. Оказалось, что девчонки учатся в Бауманском институте. Мы на втором курсе. У нас скоро сессия. Объяснили мне. Наверное, это песня о первой любви. Почему? У меня было так же. Нет, не так. У вас было не так. Так не бывает. Когда я увидел, что в коридоре, размахивая пистолетами, дерутся охранник Герлс Бэнда и охранник дизайнера, я позвал Галкина. Галкин охранников разнял, забрал у них пистолеты и надавал подзатыльников. Галкин охранник дизайнера, он и вредитель, она будет доминантом. Лучше для тебя варианта, расскажет тебе философию, камни и ганта. А Кавка не философ, но что-то философское в его книгах есть. Безусловно! Кивнули остальные. На этом и сошлись. Певец со скрипачкой изучали брошюрки сетевиков. Я поинтересовался содержанием. В брошюрке было что-то про дзен, диарею и тошноту. Я сразу представил себе простой и доходчивый ролик на основе этой бесценной информации. В центре нашего внимания пищеварительная смесь Ректум Дзен. При добавлении гарнира вашего обеда Ректум Дзен создает у нас ощущение удивительного гурманского кушания, потому что это аромат специй и пряностей. Эту смесь не случайно называют укротителем животика, поскольку ее удивительные способности позволяют нам сохранять здоровье нашей пищеварительной системы и устранять все неприятности, которые могут носить самый неожиданный характер, в том числе и в путешествиях, когда укачивание может воспривести крайне неприятным последствиям со стороны нашей пищеварительной системы. При диарее и тошноте поможет уникальная смесь Ректум Дзен. Слова про девочку с яйцами повторились многократно. Я на расстоянии чувствовал реакцию жюри. Эти прекрасные люди помнили еще советские редколлегии и худсоветы, где всем редакторским коллективам зорко следили за высокой моралью и нравственностью всего советского народа и друг друга. Не переставал интересоваться председатель. Я отложил брошюрку и предупредил певца со скрипачкой, что скоро их выход. Скоро ваш выход. Спасибо. Принято. А тебе не больше 35? Не. Точно? А это моя жена. Похвально. Уже шестнадцатая неделя. Незаметно. Кто? Девочка. А кого хотели? Никого. Ну, Аня. Вот он хотел. Я встал на сторону мужа. Дети, наше все. А у вас есть? Нет. Ну вот. Будут? Я неустанно работаю в этом направлении. У певца была небольшая рыжая борода, которая еще больше подчеркивала его возраст. Я задумался. Зачем в такие годы еще и жениться? И на конкурс это ездить зачем? О душе уже надо думать, а не месяцы считать. Вообще в девяностые все были юны, события происходили быстро, а время шло медленно. В 20-25 лет люди ощущали себя зрелыми и сложившимися действующими лицами. Казалось, что после 30 уже наступает глубокая старость. Например, незадолго до этого конкурса пристрелили в машине одного из моих рекламных заказчиков, владельца большой компании по закупке импортного бухла. Ему было 33. Ну, бывает. 33. Пожил все-таки. Успел. Сказал я тогда, глядя на его фото с черной полосой, выставленные на стеклянной полке бара. Сейчас это звучит странно, но тогда за один год происходило столько событий и в личной, и в общественной жизни. Сколько сейчас за 20? А то и 50. Повтори. Жюри в этот момент неласково обсуждало реальность и перспективы русского рока как натуральной самодеятельности. Безусловно, это самодеятельность. В самодеятельных вокально-инструментальных ансамблях тоже возможен творческий рост. Да, и во времена военного коммунизма тоже существовали народные театры. И где сейчас эти театры? И где военный коммунизм? Ну и еще всякое нелесное. Скрипачка поинтересовалась, не подыграю ли я им в треугольник. Я не сразу понял, о чем она. И переспросил. Здесь и сейчас? Она достала из целлофанового пакета музыкальный треугольник и ударила по нему железной штукой. Певец заверил, что это совсем не сложно, и он быстро меня научит. Несложно. Я ответил, мол, сегодня я не готов, и сказал, что пришли им ассистента. И добавил. Вы, главное, его не бойтесь. Он очень сообразительный. В целом, в этом номере оценивать нечего. Да, согласен. Тем временем, рок-н-ролл стих. Я отправил на сцену Галкина с треугольником, певцом и скрипачкой. Попросил певца и скрипачку самих себя представить, потому что не знал, как их правильно объявлять. Вас запишут. У нас очень ответственное жюри. У жюри есть листки А4 и шариковые ручки. Скрипачка объявила певца и саму себя. О Галкине не только ничего не сказали, его вообще оставили за кулисами, чтобы он оттуда стучал по треугольнику. Песня «Заблудившийся трамвай». Певец поправил микрофон и кивнул Галкину, чтобы тот приготовился. Скрипачка взмахнула смычком. Я уснул, когда перестали ходить трамваи. И проснулся с первым трамваем. Песня «Заблудившийся трамвай». Герл сообщили мне, что не только поют, но еще и играют за институт в КВМ. Да, играем. А мы все разные. Я веселая, она красивая, она темнокожая. А Марина Васильевна у нас взрослая. Мы все разные, но мы одна команда. КВН — это не только юмор и сатира, это еще и командный дух. Этот город станет меньше, чем наша кровать. А целая намного меньше дробей. Никогда ничего не хочу больше писать. Трус не играет в КВН. Вообще-то это про хоккей. А мы тоже знаем песни про хоккей. Это шутка такая. Но мы же в КВН, тут все шутки шутят. Просто вы шуток не понимаете, понимаете? Хоккей — это прошлое, а КВН — это будущее. Ну вот куда все идут после хоккея? Затрудняюсь ответить. Пить пиво. А после КВН с друзьями идут туда, куда только захотят. После КВН можно пойти куда угодно. В актеры, в депутаты, в педагоги, в президенты. Пожалуйста, пожалуйста, я же с вами не спорю. Спорьте. Мы любим спорить и шутить. И дружить. У нас большие дружные команды. И даже если ты никто и ничто, то мы все равно тебя подтянем и подсадим, чтоб потом ты подтянул и подсадил нас. А, я понял. У вас что-то типа мафии. Намного лучше. А вы приходите к нам. У вас будет всегда хорошее настроение. До самой смерти. Вообще у всех будет хорошее настроение. Даже если ты помнишь то, что было вчера, то не можешь знать точно того, что будет потом. Я твоя половина, ты полтора. Нас не пустят. Мы не пройдем. Кстати, хотите, мы вам очень смешной номер покажем? Ни в коем случае. Добрый вечер, Москва. Уважаемая жюри, мое почтение. Мы будем для вас предпочтение. С тех пор, как мы виделись в последний раз, столько всего произошло. Мы так изменились. В смысле? Мы же неделю назад виделись. И как мы изменились? А вы что, не видите? Нет. Маша потолстела. Наоборот, посмотри. Не спорь, мне виднее. Марина постарела. Я какая была, такая осталась. Нет, Мариночка, ты стала еще более старая, чем была. А Стефаня почернела. Ты расист? Нет, я юморист. В моем доме давно не горит свет. Я ставил ключи, а тебя рядом нет. Хорошо, а тогда как ты сама изменилась? А я пошла в школу на права. Зачем? Учиться. На кого? На пилон. Теперь я могу договориться абсолютно с любым жюри. Главное, чтобы был шест. А я на шесте могу и без школы. Хм. А я могу и без шеста. А я могу и не договариваться. Девочки, как не договариваться? Мы же хотим в финал. Да. А давайте все сядем на колени к Александру Васильевичу. А можно и не только на колени. И не только сесть. А можно и не только к Александру Васильевичу. Ну как, вам было смешно? А? Вам понравилось? Очень. А вы вот это вот сейчас на сцене перед жюри точно не будете? Нет, нет, нет. У нас есть музыка, танец, песни. Все как надо. А хотите, мы вам сейчас здесь покажем? Да, давайте. Нет. Быстро отказался я. Отправил их на сцену. В зал на всякий случай не пошел. Чтобы не сталкиваться взглядом с жюри. Эй, не молчи, отзовись и позволь мне узнать, что подумал ты. Прости меня, если не хочешь сказать. Но ты знай, буду здесь, пока не скажешь. Аккомпаниатор так и не пришел. Но поэтесса не уходила. Она стояла и смотрела с темное окно, как в зеркало. Хотя в гримёрке было просто зеркало. Я сказал, без аккомпанемента никак. Она чуть не плакала. Вообще не понимая, почему и так хотелось выступить перед десятью зрителями и шестью членами жюри. Загадка. Я говорю с собой, сама не знаю о чём. И я спрошу его, может он знает. Я посмотрю в глаза, но он молчит и всё. Я буду ждать, пока он что-то скажет. Эй, не молчи, отзовись и позволь мне узнать, что подумал ты. Прости меня, если не хочешь сказать. Но ты знай, буду здесь, пока не скажешь. И вот вода в глазах, и я хочу бежать. Я ухожу в себя, не понимая, что происходит со мной. И я прошу тебя, не объяснить всё то, о чём мечтаю. Эй, не молчи, отзовись и позволь мне узнать, что подумал ты. Прости меня, если не хочешь сказать. Но ты знай, буду здесь, пока не скажешь. Быстро вы познакомились. Что есть, то есть. В Константине было что-то демоническое. Он вполне мог выступать в опере. Я легко представил его в дыму и в красном свете. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я не выступаю, я просто так. Значит, Константин не выступает. У меня другая специализация. Здесь только для музыкантов. Я понимаю. Для музыкантов здесь только. Я понял. А капелла не проявляла к возникающему конфликту никакого интереса. Интерес она проявляла к негодяю. Я предупредил. Эй, не молчи, отзовись и позволь мне узнать, что подумал ты. Прости меня, если не хочешь сказать, но ты знай, буду здесь, пока не скажешь. Дверь в приметку к ландшафтному дизайнеру оказалась закрытой. Галкин сообщил, что тот уехал на моем Игоре. Перекусить в ресторан. Не надо было его выпускать. А я думал, ты разрешил. А почему в примерке у акапеллы тот посторонний? Проскочил, наверное, пока я портьеру вешал. А в это время герлз, все вчетвером, скачая и размахивая руками, со сцены обращались к какому-то неведомому визави и просили его им ответить. Эй, не молчи, отзовись и позволь мне узнать, что подумал ты. Прости меня. Серега пошел в гримюрку акапеллы и через несколько секунд вывел оттуда Константина за ухо. Эй, не молчи, отзовись и позволь мне узнать, что подумал ты. Прости меня, если не хочешь сказать, но ты знай, буду здесь. Рэпер попросил меня найти отца. Он пропал. Я тоже волнуюсь, он мне тоже не посторонний. А кто? Отчим. Поищу. Постанавливайся. 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 Девушки отдыхают Синее свободы на три калория Дух и дует ветер, но не слишком сильный Переулки стильные, эмси ловко брают толпой Девчонки, пикини, тусовки на месте Футболка, кроссовки и дебка Я честен, я всегда хотел попить кокосовый сок И пометь ногами очень-очень-очень-очень Белый песок Там пати, и тут пати Меня бездель ждут Через все тусовки Ловко положил маршрут Я настолько счастлив Будто в бреду нахожусь Уехал далеко я И обратно не вернусь О, боги, да Ущипните меня Хотя, может, и не надо Я еще не решил Скучные стены Панельных домов Понцаются в душу Как тысячи жильев В стельнике мусор Плохих новостей Улыбки людей Превращаются в пыль Я очень хочу Оказаться во сне И забрать с собой Те, кто там быть заслужил В глубине ДК Что-то взорвалось Я пошел на звук Я уяду так далеко Я уяду так далеко Но я здесь Пока еще Галкин бил ногой охранника Girls Band Перетлеющий дверью кассы Я остановился За два шага от Галкина И не стал прерывать Экзекуцию Вот Взрыв пакетом хотел Я попросил Галкина Договориться с местной администрацией Чтобы не вызывали ментов И выдал 100 долларов Передать им За сломанную дверь Ты там это Разберись Чтоб они ментов не вызвали 400 минус 100 300 Я уяду так далеко Сюда оказалось, что это легко Но я здесь Все еще здесь Договориться с местной администрацией Договориться с местной администрацией В гардеробе стоял запах третьесортной травы. Папа рэпера плакал. Так себе место, чтобы курить. Люди ходят. Здесь никого нет. Ну, я бы так не сказал. Я есть, и гардеробщик сейчас придет. Не придет. Я гардеробщик. Я работаю здесь гардеробщиком. А у меня два высших образования. Какие? И техническое, и гуманитарное. Бывает. Вас сын ищет и пасынок. Я никуда не пойду. Мне трудно смотреть им в глаза. Папа, пойдемте. Я никуда не пойду. Отец, можешь не смотреть нам в глаза, а мы не будем смотреть в глаза тебе. Угу. Я как-то пропустил момент, когда надо было выпускать акапеллу. Но она сама сообразила и уже выступала на сцене. Она стоит и плачет на вокзале. Она решила, что ушел тот поезд. Думала, что все пропало. Но тогда о том не знала, что она свой шанс еще догонит. Ее часы спешат на целый час в чужой стране. И в той далекой стороне ей не вдомек, Что переводят стрелки на мотив другой. Проснись и пой, да бог с тобой. За пограничную чертою той. Осталось только ждать у стенки. Дверь гримерки дизайнера была закрыта. Он так и не вернулся из ресторана. А скоро был его выход. Я несколько раз стукнул по двери, Как будто от этого он мог волшебно появиться. Время шуток этаких не терпит. Это ж не какая-то формальность. Беззаботная реальность где-то позади осталась. И она рыдала и смеялась. Мобильники тогда только начали появляться. И были в большей степени украшением из разряда бижутерии, А не средством связи. У меня мобильного телефона не было. У водителя Игоря тем более. А если у дизайнера и был, Так его номера я все равно не смог найти. Я отправил Галкина на поиски дизайнера. В этот момент неизвестность нависла над первым всероссийским конкурсом молодых исполнителей Марш утренней зари. Точно. Марш утренней зари. У конкурса было название. Вот сейчас только вспомнил. Да, я вспомнил про название все. Но сначала я назвал его по-другому. Как назовем? Конкурс молодых исполнителей. Слишком просто. Всероссийский конкурс молодых исполнителей. Надо еще немного. Первый всероссийский конкурс молодых исполнителей. И? Что? Название-то какое? А вот это первый всероссийский конкурс молодых исполнителей. Не название? Нет. Тогда пусть будет осенний вальс. Почему? Потому что сейчас осень. Так конкурс стал называться первый всероссийский конкурс молодых исполнителей «Осенний вальс». Но когда Игорь отвез заказчика Мустав с осенним вальсом на титульном листе, они захотели обсудить со мной название. Нам не нравится название «Осенний вальс». Почему? Просто не нравится. И конфеты так называются. И что? Вальс. Плохо. Очень не хотелось перепечатывать устав, и я решил слегка побороться. А почему плохо-то? У тебя конкурс не танцевальный, а певческий. Тогда пускай будет марш. Когда люди маршируют, они еще иногда поют песни. «Осенний марш». Отличное название. Заказчики, похоже, еще сомневались. И марш точно не про танец. «Осенний»? Плохо. Так а что тогда надо-то? Другой нужно. Осень. Это когда холодно и темно. А я двадцать лет прожил, где холодно на севере. Вот где холодно и где темно. И долго, долго, долго ты там. И не можешь вырваться. Не зарекайся, как говорится, от сумы и от тюрьмы. Ты о чем? Мы полярники. Так а я об этом и подумал. Вы полярники. Беззаботная реальность где-то позади осталась. И она рыдала и смеялась. Я ненавижу холод, зиму и снег. И эти льды, и торосы, в которых замерзает все. И корабли, и люди. И нет витаминов. И цинго. Ее часы спешат на целый час в чужой стране. И в той далекой стороне ей не вдомек, Что переводят стрелки на мотив другой. Проснись и пой, да бог с тобой. За пограничную чертою той Осталось только ждать у стенки. Человек не должен жить там, где холодно и темно. А осень — это и есть начало того, Что холодно и темно, Особенно у нас за полярным кругом. И ночь. И ночь. Как смерть Кружится и хохочет В белой Безмолвной Темноте. Я хотел сказать, что полярный круг далеко. И вообще для названия это не имеет значения, Как и само название не имеет значения. Но вспомнил осень И грязный снег И согласился. Согласен. Осень — это плохо. И темно тоже плохо. Пускай будет марш Утренней зари. А что? В этом есть что-то такое От Ницша Для футбольных болельщиков. Про болельщиков ты правильно сказал. Вот лично мы За Спартак болеем. На марше утренней зари Тогда и сошлись. Ее часы спешат На целый час В чужой стране И в той далекой стороне Ей не вдомек, Что переводят стрелки На мотив другой. Проснись и пой, Да бог с тобой За пограничною Чертою той Осталось только ждать У стенки Осталось только ждать У стенки Осталось только ждать Мимо меня уже прошла Возвращавшаяся со сцены Акапелла Ее выступление Решительным образом Закончилось Поэтесса так и стояла У своего окна Я спросил Может ли она читать На распев Она ответила Что только так и может Иди на сцену И скажи, что ты автор слов К песням И гимнам И читай свои стихи Сколько читать Пока не остановлю Читай И она поскакала На сцену Прохожие дышат смогом И морщатся на бегу Они без тебя смогут А я без тебя не смогу Город проветрит арки Устроит субботники И станет таким же ярким Таким же свободненьким В тот переходный От социализма К капитализму момент Я занимался Всевозможными халтурами В основном Снимал разные рекламы Или организовывал Концерты И массовые мероприятия Но все-таки Больше рекламы Мне везде мерещились Рекламные ролики Успей сейчас Или не успеешь никогда У меня была Одна знакомая Мы состояли с ней В ненавязчивых отношениях Ненавязчивые отношения Это ж надо так сформулировать И все могло бы быть по-другому Несомненно Всегда все может быть по-другому Пойдешь направо А не налево И на тебя может упасть Оторвавшись от фасада дома Звали ее Оля Не знаю, зачем она нужна В этой истории Но пусть будет Наверное, Оля нужна для красоты Она вполне могла бы стать Не юристом, а моделью Мне много раз предлагали Но я не снимал Олю Как модель В рекламных роликах Кстати, почему загадка Сейчас трудно сказать Я снимал совсем других девушек Сяду писать ночью Сяду писать про нас Листы зарву в клочья Бездарность и диссонанс Глупо и не смешно же Что сочинить строку Ты без меня сможешь А я без тебя Не смогу Хорошо Ладно Пока Каждый вечер Оля тихо ругалась Со своими родителями По телефону Она училась То ли на третьем То ли на четвертом курсе И была вполне совершеннолетней Но родители у нее были строгие И не разрешали И оставаться у меня ночевать Каждый вечер Она уговаривала их Разрешить остаться И каждый вечер Они ей не разрешали Она уходила точно в ноль часов Тридцать пять минут Чтобы успеть на последний поезд метро И доехать до дома Я даже теперь не муза Есть лучше меня теперь Пойдешь выносить мусор И позвонишь ей в дверь Знаю, тебя откроют По первому же звонку Знаешь, как брали трою А я вот так Не смогу Скажешь, при чем тут кони Выдохнешь горький дым Кури на ее балконе Голым и молодым Слушай, как бьется сердце Смотри, как прекрасен мир Нотариус по соседству Работает до семи Я оглядел улицу перед входом У ДК Мой Игорь на москвиче Так и не появился Галкина тоже не было Наверное, пошел искать дизайнера По ближайшим шалманам У ДК стоял ларек Где торговали Всевозможными напитками Во всевозможной расфасовке В витрине универмага Повесился с ветерок Нарезал цветной бумаги Под кленами ветерок У бархатцев и настурций Листья в самом соку Ты сможешь ко мне вернуться А я к тебе Не смогу Вокруг ларька Культурно отдыхали местные жители Коньячку дайте, пожалуйста Вам какой? Фляжку Ага, спасибо Я купил себе 200-граммовую Плоскую фляжку Сомнительного коньяка И залпом засадил ее Сразу после Я вспомнил, как для этого Сомнительного коньяка Я снимал рекламный ролик В кадре на фоне Снежных вершин Стоял актер Который изображал Старика-пастуха И актриса Игравшая пастушку Тишина на площадке Начали Актер перенервничал От ответственности момента И забыл текст Стоп Ну как? Нормально Кадр 3, сцена 1, дубль 9 Кадр 3, сцена 1, дубль 11 Подожди Дубль 17 24 Дубль 27 Когда разливали по бочкам Этот божественный напиток Мне было столько же лет, сколько тебе Всю свою жизнь я вдыхаю Аромат гор Дублей было много И коньяка было много Старик прямо на площадке напился И дальше сниматься не мог Рекламу надо было доснять Этим же вечером На следующий день Эту рекламу должны были показать По телевидению По всем каналам В прайм тайм Поэтому я попросил срочно Найти мне колоритного дедушку А лучше сразу двух Одного про запас Актеров нашли в доме ветеранов сцены Двух ветеранов И еще одну ветеранку Они сказали, что по отдельности Не ездят Без меня они потеряются Если он сниматься не будет Я в кадр не войду Я тоже не войду И если она сниматься не будет Мы оба не пойдем Они сниматься не будут Гарантирую У ветеранов сцены неожиданно проснулась Внутрицеховая солидарность А за двойную плату Можете поделить на двоих? Двойную плату? Хорошо Каждому Тройную? На троих Тогда и мне тройную И еще я хочу слова Я с красным дипломом Закончила театральный вуз В Южкороле Я молчать не буду Да И пусть у пастушки Будут слова И все равно Мы по отдельности В кадр Не пойдем Спасибо Поправим пастушку И снимем И тогда Я снял их всех В рекламе этого Сомнительного коньяка Мотор Кадр один Дубль один Сцена один Девочка моя Когда этот божественный напиток Разливали по бучкам Ему Было столько же лет Сколько тебе И ему Было столько же Сколько и тебе И мы Обоим Было столько же Сколько и тебе И мы всю жизнь Пьем этот коньяк И вдыхаем Аромат Гор Я тоже Вдыхаю Аромат Гор И пасу овец Говорила девочка Пастушка Ничего лучше Я на ходу не придумал Во время Перестановки света Пастушка Спросила у ветеранов А в доме ветеранов Сцены Хорошо кормят? Да Очень хорошо На завтрак Сливочное масло Дают По праздникам Или когда у кого-то День рождения Бутерброд с колбасой Да Кормят хорошо И в город Выпускают И к ДК Подъехал Игорев Москвичок С переднего сидения Вылез дизайнер А из задней дверцы С трудом разогнувшись Появились представители Заказчика Охранник И девушка дизайнера Представитель пытался мне объяснить Что здесь они Хороших ресторанов не нашли Ездили в Москву Потому и задержались Я их обматерил И погнал в ДК На сцену В капле духов аромат Бомба, если прольются Товарищ Инесса Арманд Любовница революции Приняли пуль любви Самым интимным местом Вашей свободной любви Что вас влекло Инесса Вас было не прогнуть И точно не опорочить Вождь целовал вас в грудь Наглее И жарче Прочих Электронная почта Уже кое-как появилась Но иногда ломалась И когда она ломалась Человек бил кулаком по монитору И терял веру в прогресс Так что предпочитали Бумажные носители Электрическая Пишущая машинка Нажимайте Без усилий Сладкий соски На вкус Мощи вождя Нетленны Так целовал Иисус В Евангелии От Магдалены Мурашки по коже Но Культ порицает Сплетни Евангелие Сожжено Надежда Умрет Последний Поскольку Оля училась на юриста Она и сочинила И распечатала мне устав конкурса В трех экземплярах Через копирку Я Копировальная бумага Я размножу твой текст Не даст пролетариат Обсасывать демагогам Ра это Или ад Сава купляться С боком Еще минут десять Дизайнер Прособирался в гримерке Дизайнер Дизайнер отдал звукорежиссеру Компакт-кассету С фонограммой И убедившись Что кассета в магнитофоне Подошел к микрофону Уважаемые жюри Многоуважаемая публика Хочу представить вам Исполнителя популярных песен Григория Полозова Ты зачем ему ноги снимаешь? Лицо снимай Я сел в зрительный зал Но дизайнер Никак не мог начать Он что-то не мог договориться С осветителем Я уже поднялся из кресла Идти разбираться Но они договорились Дизайнер стоял в круге света Заиграла музыка И он запел Ты помнишь небо той весной Я намекал Побыть со мной Мне невозможно отказать Все мои действия хвостом Меня кормила, смотря в глаза Я аккуратен был, как всегда Я слишком много не просил, а зря Ты запрягаешь меня И гоняешь по кругу Но седлом мне это не снять Ты запрягаешь меня Ты запрягаешь меня И гоняешь по кругу Стук копыт Чистое поле Рожденный бежать Верный твой мустанг Верный твой мустанг Верный твой Папок и был отправлен заказчиком Мустав Я Папка для бумаг Разбежи мои шелковые тесенки Ты помнишь небо той весной Вдвоем гуляли по вечерам Ты научила меня любить закат Ночами стоя засыпал Твои ладони представлял Все мои чувства к тебе я голубом несу вдаль Ты запрягаешь меня И гоняешь по кругу Но седлом мне это не снять Ты запрягаешь меня И гоняешь по кругу Стук копыт Чистое поле Рожденный бежать Пел дизайнер под фонограмму плюс один То есть только открывал рот Иногда несинхронно Как-то это было совсем не по-спортивному Даже герлсбенд пел живьем Под минус один То есть музыка у них была записана Но пели они сами Еще и к сопромату готовились А этот открывал рот под фонограмму Вообще непонятно Его там был голос Не его У нас все-таки был какой-никакой конкурс Как-то от этого плюс один Мне сделалось совсем не очень И я потерял всякий интерес к выступлению Время уже было позднее И из гримеров всех уже поперли уборщицы Я спустился в фойе В фойе оказались все мои исполнители Они ждали конца концерта И решения жюри Сердце мое наполнилось горечью Я гревал, что напрасно вписался В этот договорняк с дизайнером У меня было настоящее жюри У меня были настоящие, молодые И не очень исполнители А конкурс-то получился вовсе липовый Мне захотелось объявить всем Что результаты конкурса Ничего не значат И что все могут расходиться И жить дальше честно и весело Я посмотрел на акапеллу Которая пила с рокерами Позабыв про демонического негодяя На девчонок из герлс-бенд Танцевавших с рэпером Посмотрел на папу рэпера Подписывавшего контракт с сетевиками Может и жизнь его после этого наладилась Посмотрел на одинокую поэтессу И не смог сделать заявление Вот просто ком встал у меня в горле Вот зачем я в это влез? Из-за денег Так у меня почти уже ничего не осталось Нет, ну все-таки кое-что осталось 300 долларов осталось Тогда на 300 долларов Можно было пару недель Почти ни в чем себе не отказывать Голос алчности Окончательно стал сильнее Голоса совести И я почти успокоился И вернулся в зал Ты запрягаешь меня И гоняешь по кругу Но седло мне это не снять Ты запрягаешь меня И гоняешь по кругу С тут копыт Чистое поле Рожденный бежать Председатель жюри Совершенно спокойно мне объявил Что дизайнеру они первое место присуждать не будут Не будем Я стал активно возражать Я возражаю Но жюри решительно взбунтовалось Такие вдруг стали все недобрые Я не очень тонко намекнул Что им заплачено Вам заплачено Очень прилично по тем временам За два часа посидеть Музыку послушать И прилично На что мне было сказано Что присуждать Какое бы то ни было место исполнителю Выступавшему под фонограмму Плюс один Нонсенс Нонсенс Дно Дно И полная профанация Профанация Короче Этому с плюс один Ничего Ничего Спорить было бесполезно Я автоматически поинтересовался Хотя это не имело значения Кому они намерены дать первое И кому Мне ответили Что они сейчас посовещаются И решат Решим Жюри Которое я считал полностью декоративным Эти милые улыбчивые тетушки и дядюшки В застиранных Еще советских сорочках Во главе с одуванчиком-председателем Почувствовала Что оно настоящее жюри И объявила 10-15 минут На принятие решения Максимум 20 За тебя, брат В гримерке Дизайнер Представитель заказчика И девушка дизайнера Трескали вискарь Я зашел и сказал Что дырка от бублика им А не первое место Дизайнер захлопал глазами А представитель поинтересовался Почему? А это нужно совсем мозгов не иметь Выступать под фонограмму Плюс один на конкурсе Не понимаю разницы А вдруг там на фонограмме Вообще не он поет А, например, женщина На кассете твой голос А если он это год назад записал? А сейчас у него гортань парализовала У тебя гортань не парализовала? Вообще я ни разу не слышал Чтобы он что-то сказал Похоже, он не только не хотел Без фонограммы петь Но и говорить Хотя скорее просто был пьян, как стекло И тут я вспомнил об уставе конкурса Который мне составил Оля В самом начале истории Я нашел его в кармане И помахал им перед представителем Я не помнил, есть ли там пункт про фонограмму Потому что уставы не читал Но там было целых два листа текста Значит, что-то про фонограмму наверняка было Оля была отличницей И точно вписала туда что-то нужное Я зачетная книжка За пять лет я сделаю из тебя Дипломированного специалиста Это устав конкурса Здесь твоя подпись стоит Она там не по-настоящему стоит Потому что все заранее было обговорено А вот нехера было под фонограмму рот открывать Позор А нас все устраивает А меня и жюри не устраивает Давай первое место и диплом Какое нахер жюри? Компетентное Дискуссия начала обостряться Но в этот момент заглянул Галкин И сказал, чтобы шли на сцену Сейчас жюри будет Победителя объявлять Представитель что-то забухтел Был крайне недоволен И начал куда-то звонить Я развернулся И отправился на сцену Они сразу после нашего разговора Уехали на такси Чем очень расстроили Галкина Он не успел провести с ними Профилактическую беседу Победителем конкурса Объявляется Пятницкая Мария Победителем неожиданно оказалась Поэтесса С особой формулировкой За профессионализм И музыкальный стихов Стихи действительно были Очень неплохие Я край муха слышал Я всем раздал кассеты С записью их выступлений Поздравляю Второе место получила Акапелла Поздравляю Это вам А третье певец со скрипачкой Спасибо Спасибо вам Первый Всероссийский конкурс Молодых исполнителей Марш утренней зари Объявляется Закрытым Я уже сидел в машине А Галкин все расстраивался Что не поговорил С представителем заказчика Что не надо хамить Мутный он какой-то Завтра я его разыщу Давай Я сказал Игорю ехать И уже почти на ходу Запрыгнули две студентки Из герлс бэнд Они категорически были За продолжение вечера Я сказал что еду домой Тусовки мне на сегодня И так достаточно Достаточно Они ответили что домой Отлично Особенно если у меня есть Что поесть и выпить И выпить Сначала я поменял Доллары на рубли В обмене валюты В казино Тогда еще были казино Здорово Сто долларов поменяй Я поменял сто долларов На шестьсот тысяч рублей Тогда еще не срезали Последние три ноля На купюрах Поесть и выпить Купили по дороге Тогда еще продавали Алкоголь поначалу Продолжение следует... Утром, когда я еще толком не проснулся, во входную дверь моей квартиры раздался звонок. Я открыл, на пороге были представитель заказчика с охранником. Я подумал, сейчас начнут требовать назад деньги, и придется звонить Галкину, он жил недалеко, и будет мордобой, кровопролитие, а вот совсем не хотелось. Представитель многозначительно молчал. А ты чего без звонка-то? У тебя телефон отключен. Телефон действительно был отключен. Вилка висела на колонке. Представитель набрал в легкие побольше воздуха и решительно сказал. Мы бы хотели получить кассету с видеозаписью концерта. А я разве вам не отдал? Нет. Вот. Я отдал ему кассету, и они с охранником удалились. Больше они меня не беспокоили. Девчонки к обеду проснулись и упорхнули готовиться к пресловутому сопромату. И больше я их никогда не встречал и не видел. Как никогда больше не встречал и не видел практически никого из участников того музыкального вечера. И уже давно и навсегда стерлись из памяти имена и лица молодых музыкантов и той счастливой поэтессы. Я нигде и никогда не видел ее стихов и публикаций. Где она теперь? Наверное, уже бабушка. И дома у нее среди документов и всяких семейных бумаг лежит диплом победителя того музыкального ресталища. Студентка юридического факультета Оля, однажды, как всегда собравшись вечером домой, ушла и больше не появилась. Наверное, родители совсем запретили ей ко мне ездить. Да, братцы, время это такая штука. Стали мы уже взрослые, братцы. А много кого уже и нет. Просвистело обнуление цифр на календаре. Я не знал ни одного человека, кто бы не почитал, сколько ему будет в 2000 году. Так вот, обычно декабрьской ночью наступил этот самый 2000. И с неба не начали падать горящие камни. А может и начали. Это как посмотреть. Все выдохнули и стали жить дальше. Прошлое отвалилось и постепенно стало тускнеть. Как в тумане. И вот вам эпилог этой истории. Никого из прекрасных девушек того самого музыкального вечера я не встретил. Кроме одной. Прошло три или четыре года. Я зачем-то стоял на втором этаже, где-то на студии. И никого не ждал. Ко мне подошла и безо всякой причины встала рядом светловолосая девушка. Ее внешность показалась мне знакомой. Я посмотрел ей на руки. Кольца на пальце не было. Я сказал. Мадемуазель. Я сейчас, наверное, на середине пути. Смотрю вперед, смотрю назад. Иной раз с радостью, другой раз с печалью. И не знаю. Просто ума не приложу. Куда мне, если придется, уронить скупую мужскую слезу? Поехали сегодня вечером погуляем. Например, по бульварам. И она ответила. Отчего же не пройтись? И эта мадемуазель по прошествии некоторого времени стала моей женой. А я также не сразу, а потом вспомнил, где я ее видел. Это была та самая девочка на шпилях, которая болталась на том конкурсе с ландшафтным дизайнером. Да, это была она. Наверное, у них что-то с тем парнем не заладилось. Я подробностей не спрашивал. Нам дали голос, как дождь, Сердце, как фарфор. Одно мгновенье шел, ток пил тайно, И все пусто с тех пор. И только память о том, чего не было и нет. Как не пытайся, но мне не вспомнить, Как выглядел свет, Чтоб не коптить зря. Работа выполнена, Один взял слово, Мы возвращаемся в ночь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова